Привет всем! Это прогноз на бой Александр Поветкин, Диллиан Вайт. Реванш. 21 ноября в Лондоне состоится реванш между обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелой весовой категории. Александром Поветкиным и Диллианом Вайтом соперники встречались между собой в августе текущего года. И сенсационную победу нокаутом одержал и русский Витязь. В контракте был прописан пункт о реванше, которым Вайт немедленно воспользовался. В этот раз явным фаворитом снова идет 32-летний британец. Но коэффициент на него немного выше, чем перед первой встречей. Поставить на победу похитителя тел можно с котировкой 1,42. Шансы 41-летнего Поветкина оценивают букмекерами с котировкой 2,7. С одной стороны Александр уже знает, как побеждать этого оппонента. Но с другой стороны до злополучного апперкота Уайт уверенно вел по очками, дважды отправил россиянина в нокдаун. Перейдем к боксерам. Александр Поветкин. 22 августа русский Витязь одержал свою 36-ю победу в профессиональной карьере и оформил 25-й нокаут. Поветкин показал мастерство и силу, поймав Уайта и отправив в глубокий нокаут. Я думаю, во второй раз Уайт будет более внимателен, так как Диллиан сделает упор на защитные действия и не станет недооценивать Поветкина из-за возраста. Ведь до пятого раунда бою уверенно выигрывал Уайт и, возможно, смог бы нокаутировать Александра. Александру в предстоящем бою будет сложнее поймать британца на один из силовых ударов. Перебоксировать Уайта на дистанции будет трудно. Диллиан, как мы видели, тоже может сильно ударить. Я думаю, что Поветкин не будет терять время и отточит точность своих сокрушительных ударов еще больше. Напомню, что Александр является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA и двукратным претендентом на пояс WBA Super, WBO и IBF. Поветкин провел 39 поединков, одержал 36 побед, потерпел два поражения и один раз отбоксировал ничью. Русский Витязь побеждал не только Диллиана Уайта, но и Хьюи Фьюри, Дэвида Прайса, Мариу Шаваха, Мануэля Чара, Руслана Чагаева, Кристиана Хаммера, Карла Сатакама и других известных оппонентов. Рост российского боксера 188 сантиметров, а размах рук 191. По версии журнала Ring, Александр входит в топ-3 сильнейших тяжеловесов мира. Перейдем к Диллиану Уайту. Наверняка 32-летнему британцу было обидно проиграть в том бою, так как после равного первого раунда он нашел свою дистанцию и уверенно забрал последующие 3-3 минутки. Дважды поймав Поветкина ударами навстречу и отправив на настил ринга, ну в тот вечер Диллиан контролировал ринг своим джебом и смотрелся гораздо лучше россиянина. Проблема Уайта оказалась в том, что он недооценил опыт Александра и постоянно блокировал фирменный левый хук русского витязя. А тот решил ударить апперкот, к которому похититель тела оказался не готов. Таким образом, Диллиан потерпел второе досрочное поражение в карьере. Первое было от Энтони Джошуа в 2015 году. Уступил титул временного чемпиона Диллиану по версии WBC, ну и прервал серию из 11 побед подряд. Вайт моложе соперника на 9 лет, выше на 5 сантиметров и его руки длиннее на 9 сантиметров. Диллиану в принципе не нужно менять тактику на бой, а просто стоит быть внимательнее. Британец снова будет прессинговать Поветкина своим джебом, а любые атаки россиянина на скачке будет контратаковать левым хуком. Как я отмечал перед первым боем, Александр особенно опасен в первой половине поединка. В прошлый раз Поветкин успел донести плотное попадание в этот отрезок. Не будем забывать, что и Уайт имеет большой опыт. За его плечами 29 боев и 27 побед. Похититель тел выигрывал у Джозефа Паркера Дерека Чесоры дважды. Мариуша Ваха, Оскара Риваса, Дэвида Аллена, Лукаса Брауна, Роберта Хелениуса. Ну, перейдем к разбору на бой и к прогнозу. В реванше Поветкину будет тяжелее найти момент для тяжелого попадания по британцу. Вайт в первом поединке с Поветкиным выглядел куда более убедительнее россиянина. Ну, до того левого апперкота, который потушил свет в глазах британца. Скорее всего, Диллиан просто недооценил нашего ветерана. Потерял бдительность после того, как дважды отправлял Александра в нокдаун. Ну, Диллиан будет внимательнее, я думаю. Диллиан перестанет лишний раз рисковать и даже не исключено, что он понадеется насудить. Фактически, Вайту достаточно контролировать центр ринга своим джебом и изредка добавлять удары справа. В ответной форме все так же действительным будет левый контр-хук. Для досрочной победы Александру необходимо чаще будет рисковать. А это откроет его для жестких попаданий от британца. Ну, многие восхитились ударной мощью Поветкина. Но не будем забывать, что и сам Диллиан бьет тяжело и отправил в нокаут 18 соперников. Я думаю, что бой затянется и закончится нокаутом в чемпионских раундах. А вот кто победит, я даже не знаю. Здесь 50 на 50. Но я думаю, что все-таки будет нокаут в чемпионских раундах. Такой вот мой прогноз. Пишите свое мнение на этот бой. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на инстаграм. Всех удачных ставок. Пока.